Марка Dodge давно не предлагала принципиальных новинок, но по американской традиции освежает модельный ряд ежегодно. Так, пятиметровый кроссовер Durango выпускается уже 10 лет. Пора бы сменить поколение, но вместо него вторая по счёту крупная модернизация. Внешность стала агрессивнее, решётка радиатора отныне не разделена на 4 части. Перерисованы бамперы, а фары сузились и получили диодную начинку. Изменена передняя панель. К водителю развернулся главный дисплей диагональю 8,5 или 10 дюймов. Уверяют, что новая медиасистема U-Connect 5 работает в 5 раз быстрее прежней. Технику гражданских машин не трогали. Это бензиновые двигатели V6 и V8, которые сочетаются с 8-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом. Есть более злая версия SRT. У неё уже был бензиновый V8, а теперь добавлен и лаунч-контроль, с которым разгон до 60 миль в час занимает менее 4,5 секунд. И тут мы подходим к главному инфоповоду. У обновлённого Durango впервые появилась сверхмощная модификация SRT Hellcat, которая уже есть у других моделей марки, но для кроссовера казалась избыточной. Теперь граница избыточности пересмотрена. До рангов живили известный двигатель V8 с приводным наднетателем. Мощность ни много ни мало 720 лошадиных сил, что позволяет Dodge заявлять права на звание мощнейшего серийного кроссовера в мире. Потому что родственный Jeep Grand Cherokee Trackhawk на три символические силы слабее, а гибридный Porsche Cayenne Turbo S или Lamborghini Urus не выдаёт и 700 лошадей. Вооружённый до зубов Durango выстреливает за 3,5 секунды до сотни. Национальная ассоциация хот-родов уже засекла время дрэговой дистанции. Четверть мили Hellcat проезжает за 11,5 секунд. Это время достойное спорткаров, которые никак не могут иметь двух- или трёхрядный салон и буксировать четырёхтонный прицеп. А Durango вполне. Само собой, создателям Hellcat пришлось усилить автоматическую коробку, тормоза, крепление подвески к кузову, перенастраивать адаптивные амортизаторы и даже проложить дополнительные воздуховоды в переднем бампере. Кроссоверный брат маслкаров появится в продаже в начале 2021 года и продержится недолго, примерно до следующего лета, хотя тираж машин официально не ограничен. А вот другие модификации обновлённого Durango отправятся к американским дилерам уже осенью. А что думаете вы? Жалеете ли вы, что Dodge ушёл с российского рынка? Напишите нам в комментариях.